Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Арменоид. Новая рубрика на нашем сайте. Зограб Манацаканян примет участие в совместном заседании СМИД, СМО, КССБ, ОДКБ. 2018. Цены на электроэнергию в Турции выросли на 30%, а цены на продовольствие на 27%. Трое конгрессменов с армянскими корнями будут представлены в Палате представителей Конгресса США. Армяне Австралии поблагодарили премьера Ваннауту за визит в Цицернакаберт. Лавров. Санкции США против Ирана абсолютно нелегитимны. При раскопках в Хатусе обнаружили кувшины 3000-летней давности. Уважаемые читатели нашего сайта, с сегодняшнего дня мы представляем вам новый раздел под названием «Армяноцид», в котором вы ознакомитесь с геноцидом против армян 1894 по 1923 годы. В разделе будут периодически включаться статьи, фильмы, интервью, рассказы и свидетельства очевидцев на разных языках. Все это еще один шаг, чтобы напомнить миру о преступлении, совершенном против армян, настоящих хозяев Западной Армении. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Манацаканян 7-8 ноября в Астане примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности. Об этом сообщили Армен Пресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении. Напомним, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 8 ноября посидит с рабочим визитом в Казахстан. Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Турция – страна с самым высоким уровнем инфляции в ценах на электроэнергию и продовольствие в 2018 году. Об этом было объявлено в докладе Организации экономического сотрудничества и развития ОСР. Согласно докладу, опубликованному 6 ноября 2018 года, инфляция в энергетическом секторе Турции в сентябре составила 30,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Инфляция на продовольственном рынке по сравнению с предыдущим годом составила 27,7%. По этим показателям Турция занимает первое место среди стран-членов ОСР. Второе место в энергетическом секторе Норвегии – 24% и Мексика – 19%. В Словакии зафиксировано лишь 1,5% снижения цен на энергоносители. Южная Корея – 5,2%, Исландия – 5% и Венгрия – 4,6%. Имеют самые высокие темпы инфляции на продовольственном рынке. Цены на продовольствие упали только в двух странах – в Ирландии 2% и Дании 0,8%. В целом в области товара в 2018 году средний уровень инфляции в Турции по состоянию на сентябрь составил 24,5%. Энтони Бриндизи выиграл промежуточные выборы в Конгресс США и присоединился к другим законодателям с армянскими корнями Анне Эшуй и Джеки Шпигель. Об этом сообщает Национальный комитет Америки на своей странице в Facebook. Предки Энтони Бриндизи из Мардина, спасенный от геноцида против армян, поселился в Алеппо, где родилась бабушка Бриндизи, а ее предки были из Едессии. Армянский национальный комитет Америки также сообщает, что Анна Аствацатриан Теркот выиграла выборы в Фестфурке, получив мандат члена городского совета. Армянский национальный комитет Австралии поблагодарил премьер-министра Ванауту Шарлотта Салвая, так как он первый из лидеров стран Тихоокеннадского региона отдал дань памяти жертвам геноцида армян. Шарлотт Салвай посетил мемориал жертвам геноцида армян во время визита в Ереван, где он принимал участие в саммите франкофонии. В письме к верховному комиссару Вануату в Австралии АНК Австралии отметил, что будучи представителями самой большой армянской общины в регионе, они благодарны Салваю за признание геноцида армян. Российский дипломат рассчитывает, что способы обхода антииранских шагов Вашингтона будут найдены. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал американские санкции в отношении Ирана и выразил надежду, что способы развития экономических связей с Исламской республикой, вопреки всему, будут найдены. Об этом он заявил на встрече с королем Испании Филиппом VI во время рабочего визита в Мадрид. По словам Лаврова, вести политику на основе ультиматупов и односторонних требований в наше время недопустимо. Эти санкции абсолютно нелегитимны. Они осуществляются в грубейшем нарушении решений Совета безопасности ООН, а те формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, конечно же, не могут не вызывать глубокого разочарования, резюмировал российский дипломат. Как уже писал Life Minfin, США ввел новые санкции против Ирана, которые коснутся 700 иранских фирм, в частности банковского сектора и судоходства, а также торговли нефтью. Впрочем, уже понятно, что местами они не вполне эффективны, в частности потому, что под санкциями оказались затонувший танкер и закрытый банк. Раскопки в Хатусе, начатые с 1906 года, продолжаются до настоящего времени. Археологи с большим интересом и ответственностью ведут раскопки в столице хецкого государства Хатуса, которая включена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Член археологической экспедиции с Чашнер заявляет, что найденные предметы древности перевезены в лабораторию. Во время раскопок был обнаружен полный склад с кувшинами для хранения. В кувшинах были найдены остатки жидкости и бактерий. Очищая кувшин, мы сможем оценить остатки сожженной пшеницы. И так у нас будет возможность увидеть, что мы ели в то время, сказал он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Еркинг норитм ральвец». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!